Привет всем, дорогие друзья! Привет всем участникам Хакатона Fantasy Game 24 года! На связи с вами Артемий. Это небольшая видеоинструкция о том, как же правильно сдать свой проект на проверку. Как вы знаете, в каждой Хакатон есть определенные правила сдачи игрового проекта, потому что за правильную сдачу игрового проекта также начисляются определенные баллы. И в прошлых Хакатонах это были презентации, видеопрезентации. Сегодня это правило остается неизменным, но добавили новое интересное правило. Это публикация ссылки со своим игровым проектом с учетом классного, красивого, вашего личного, уникального постера игрового. Перед тем, как показать, как это все сделать, хотелось бы с вами быстро обсудить, что такое постер игры. Если вы введете в Google запрос постер игры, то вы поймете, что постер игры это уникальная картинка, которая позволяет нам понять, что это вообще за игра. Ну вот в нашем случае это игра, например, Сталкер, да, или Ведьмак, я не знаю, или Doom. Итак, мы с вами видим вот такую вот определенную картинку, которая позволяет конкретно нам понять, что же это будет у вас за игра такая интересная. Постеры можно в целом как скачивать из интернета, также, соответственно, можно было бы создавать какие-то свои уникальные благодаря нейросетям. Почему появился запрос на постеры? Дело в том, что при публикации игровых проектов в Roblox Studio, как вы видите, все эти картинки, они достаточно простые. То есть там идет или просто кусочек игрового контента, или просто какая-то стандартная картинка. Поэтому, чтобы как-то выделить свой проект, чтобы он был действительно уникальным, в этом отношении я думаю, что нам нужно с вами определиться с постером. Наверное, я сейчас с вами не буду обсуждать вопрос о том, как сохранять и публиковать ваш проект, потому что вы это должны знать. И если кто-то это не знает, может обратиться к своему преподавателю, тот ему еще раз быстренько эту историю объяснит. Вот, или обратиться в наши чаты помощи. Наша самая главная задача — это понять, что если мы с вами уже опубликовали проект, как подготовить его к изменению постера. Итак, смотрите, например, у меня есть игра Gothic World Dungeons & Dragons. Я нажму на сам проект, соответственно. Вот, и в этом кабинете он меня перенесет в определенные настройки. Настройки здесь вот есть вот очень разные. То есть Settings, соответственно, где я могу в целом изменить имя своего проекта. Это если вдруг при сохранении и публикации вашего проекта у вас не получилось дать нормального имени. Также можно дать описание вашей игре, если, опять же, вы что-то подобное забыли. Далее, смотрите, мы с вами переходим в Places. Здесь будет такая звездочка Start Place. Вы можете, соответственно, нажать на свой проект. Мы переходим с вами в Basing Settings и переходим вот сюда вот в раздел Icon, то есть иконка. Итак, как вы видите, получается, что при публикации моего проекта, если я его опубликую, по-моему, он уже опубликован, но не суть. У него вот такая вот простая картинка, да? То есть стандартная совсем прям при совсем. Итак, как же мне эту ситуацию поменять? Я могу, например, в Google написать игру Gothic. Дело в том, что у меня игровой проект связан с готическим миром. Gothic World, Dungeon and Dragons. Вот, и поэтому я, соответственно, могу просто взять и копировать вот эту вот картинку. Вот прекрасная картинка, например, она мне нравится. Что же мне с ней делать? Я нажимаю правой кнопкой мыши, открыть картинку в новой вкладке. У меня открывается картинка в новой вкладке, вот она. Я нажимаю на нее правой кнопкой мыши и, соответственно, сохраняю картинку как. Так, как что, я уже ее сохранил, могу на рабочий стол нажать и нажать кнопку сохранить. Таким образом, картиночка сохранится. Все, она сохраняется, вот вы видите, она у меня скачалась. Теперь, соответственно, я снова перехожу в свои настройки вот сюда вот. И нажимаю на кнопочку change. И вот она мне предлагает. Так, вот тут недавно картиночки какие-то скачивал. Какую тебе? Первую, вторую? Я такой, ну давай там первую. Окей, нажимаю ок. И как вы видите, иконка моего проекта, соответственно, она автоматически поменялась. После этого я просто нажимаю save changes. Он сохраняет, думает. Вот, возможно, должна будет пройти какая-то определенная проверка. Кстати, на самом деле, возможно, он не все может принимать картинки. Такое тоже может быть. Почему? Потому что все-таки, наверное, существует какая-то определенная проверка на плагиат. Поэтому, если мы с вами делаем постер игры, то лучше, наверное, все-таки его делать самостоятельно через нейросети. Смотрите, даже картинка прогрузилась. То есть, в целом, все окей. Вы видите, что проект прогрузил постер. Значит, все, соответственно, будет тоже хорошо. Ну, вот здесь он почему-то его еще не прогрузил. В целом, может быть, обновить просто страницу, попробовать. Потому что в студии прогрузил, а здесь еще не прогрузил. А, здесь тоже прогрузил. Ну, все, вот прекрасно. Давайте теперь мы все-таки приступим к пониманию о том, как нам с вами сам проект опубликовать. Проект должен быть обязательно публичный. Видите, у меня здесь приват, приватный. Давайте я, наверное, все-таки это при вас сделаю. Я захожу в игру. Если я что-то с ней, соответственно, делал, то есть, я прям непосредственно в ней работал, тогда я должен буду обязательно нажать на файл с Save to Roblox или файл с Save to Roblox As. Кто-то какие-то дома строил. В общем, неважно. Давайте вот так вот отлечу быстренько. Файл. С Save to Roblox As. И, соответственно, сохраняю. Если уже не первый раз был сохранен проект, тогда нажимаю File, просто Save to Roblox, сохраняю свои последние действия, потом нажимаю Publish to Roblox As, выбираю свой игровой проект Gothic World Engines and Dragons, Override, и жду публикации своего проекта. Вот он, смотрите, сразу с постером уже. После этого в Roblox Studio выходим, извиняюсь, из игрового проекта. Далее нажимаем на три точки, делаем Make Public. И, видите, надпись с привата поменялась на публичный. Все, вот после этого уже действительно в Roblox Studio нам делать ничего не нужно. Я даже в целом могу ее и закрыть. А на сайте roblox.com мы должны зайти под своим логином и паролем и посмотреть на свои опубликованные проекты. Вот, как вы видите, Gothic World, Dungeons & Dragons, ля-ля-ля. То есть все у нас здесь с вами, значит, сохранено. Что я сделаю? Наверное, я нажму View in Roblox. После этого мы копируем наш проект, копировать. И все. Дорогие друзья, смотрите, четкая инструкция. Значит, адрес почты. HackAlgorithmica.club. Все, идем с вами. Отправляем. Дальше, тема. В теме указываем. Hackathon Fantasy Game 2024. Далее. Вот здесь вот я бы следовал вот этой вот инструкции. Вы даже, опять же, если у вас будет возможность, значит, доступа к вот этой вот презентации, я бы вот так всю историю копировал. Вот так вот бы ее вставил, на самом деле. Смотрите, как суперудобно. Удобно. Имя ученика. Можете вот так вот оставить там свое, соответственно. Я напишу Иванов Артемий. Номинация. Не знаю, давайте оставлю себе. Синьора. Вот. Дальше. Фамилия, имя преподавателя. Здесь просто можно написать, ну, например, Борейко Александров. Есть у нас такой прекрасный преподаватель. Ссылка на проект. Ссылка со своим уникальным постером, да. То есть вот здесь вот мы просто оставляем вот так вот ссылка на проект, например. Идем в наш проект, копируем его, копировать. Идем, значит, далее. Вот. Вот так вот эту историю оставляем. Ссылка на презентацию. Если есть видео презентация, то тоже прикрепляем ее к письму. Значит, смотрите, после того, как вы презентацию здесь сделаете, например, Gothic World, Dungeons & Dragons, Hackathon Fantasy 2024. Здесь у меня исключительно просто, как вы видите, только заготовка. Значит, что нам с вами здесь нужно сделать? Мы можем вот так вот копировать ссылку на вашу презентацию и настроить доступ. То есть мы вот так вот копируем ссылочку, отправляем ее также в письмо, в письмо, все, что это наша презентация. Мы это все, соответственно, поймем, проверим, глянем. Но не забудьте, пожалуйста, сделать следующее. Настройка доступа. В настройках доступа нужно обязательно указать, что всем, у кого есть ссылка. Иначе мы не сможем посмотреть вашу презентацию. И нажать готово. И все, соответственно, нажимаем отправить. Если я в отправленных письмах посмотрю, то в целом можно будет увидеть, как мы полностью опубликовали. Да, видите, действующие ссылки все горят нормально. То есть здесь вот есть прикрепленная презентация, соответственно. Здесь все написано конкретно, кто что. То номинация, преподаватель указан, ссылка на проект, ссылка на презентацию. Если у вас есть видеопрезентация, то, соответственно, сможете ее тоже прикрепить. В общем, вот такие вот дела. Желаю вам удачи, дорогие друзья, в сдаче своих крутых, невероятно классных игровых проектов. Мы будем их очень ждать. Продолжение следует...